Привлекались? Вы как-то были уведомлены? Или как-то вы понимали, что ситуация изменилась и на вас какие-то обязанности возлагаются? То есть я стал... А, нет, нет, нет. Мне никто об этом не говорил, что я являюсь членом оперативного штаба. Я продолжал выполнять ту задачу, которая мне была поставлена. Кроме того, генерал Андреев 1-го числа, это было, наверное, после обеда часов 16, в присутствии заслуг, он мне сказал, Казбек Ларисович, я назначен начальником оперативного штаба, прошу бы из меня никакие приказы, распоряжения не отзывали. 1-й сентября в 4 часа. Вот сам тот момент, как вы узнаете, что являлись членом оперативного штаба? Вы говорите 4-го числа. Вас это удивило или как? Кто вам сказал и какая-то была ситуация? Меня удивило, когда объявили состава оперативного штаба, что меня там нет, меня это тогда удивили. Это 3-го числа, 2-го числа, да? Да, это было уже 2-го числа. Вас не было в списке оперативного штаба? А где объявляли, я прошу прощения? Вот, вы знаете, не то чтобы, сейчас скажу, это было на втором этаже здания администрации, здания администрации, вот я не помню, кто это был, или Засохов, или Фридинский, у кого-то из них был документ, который мне показали, вот члены оперативного штаба. Я когда пошел, у меня там нет, и руками развел что-то, я говорю, я не понимаю, ну хорошо, мне своя задача, я ее буду выполнять. А когда же узнали 4-го числа, какая ваша реакция и как, в какой ситуации вы узнали? Из доклада начальника, по-моему, одного из подразделений, из персонала, которые здесь были. Я в подробностях это не помню, но для меня, я думаю, это было вообще очень даже интересным и удивительным. Но вы тогда не высказали свое мнение по поводу того, что вы не являетесь членом штаба оперативного штаба? Конечно, высказали. Вы же еще тогда работали, вы же не наставили? Да, да, я знаю. И кто-то это как-то принял к сведению? Ну, я понял так, что они ходили со словом, что это просто недоразумение. Кто это? Ну, федеральные структуры, что я не попал в состав оперативного штаба, было недоразумение. Мне так, ясно. Ну, конкретно, оперативный штаб был назначен и пришло постановление или приказ Проткова. Вот вы скажите, конкретно, кто, вы говорите, что четвертого штаба... Мне никто, я вам ответил же, мне никто не доводил ни состава оперативного штаба, ни что я вхожу туда или не вхожу. Я увидел документ, который лежал на втором этаже, на втором этаже администрации, где сидел наш президент, там же был Фрединский, Мамсур, Рогозин, и на столе лежит бумага. Я ее поднял под штабом. Мне никто ничего не объявлял и не доводил. Так вы считаете, что, значит, вот то, что вы были назначены членом штаба, и то, что вы об этом узнаете четвертого числа, и то, что вот все, что произошло, вот приписка того, что вы были членом штаба, это просто недоразумение? Это не я, как я считаю. Объяснили так, объясни, что есть недоразумение. Потому что, когда я задал вопрос, я же не был членом оперативного штаба, какие ко мне сейчас вопросы задаете, что вы делали как член оперативного штаба? Я ответил, я не был членом оперативного штаба. Я выполнял ту задачу, которую мне поставил первоначально президент республики, это в 10 часов, и впоследствии утвердил эту задачу министр внутренних дел. А кому конкретно вы это говорили? Вот вы говорите, я им говорю. Кому конкретно? Документом, я объясняю. С документом пришел замначальника ФСБ республики, полковник Островецкий. Как полковник? Островецкий. Нам нужны, мы собираем данные, ваши действия как член оперативного штаба. Первый, я не был членом оперативного штаба. Скажите своему министру внутренних дел, вы докладывали? Да, конечно. Он в курсе, что вы не были назначены членом штаба, а потом с вас ответственность как член оперативного штаба? Да, да. И что-то министр внутренних дел? Нет, ничего. Никакой реакции не было? Нет. Скажите, потом вы же, значит, вы все равно фигурировали как член оперативного штаба. Ситуационная экспертиза, которая была назначена под действием членов оперативного штаба. Как-то в тот момент, когда шло расследование, когда работала эта ситуационная экспертиза, вас допрашивали? Нет. Значит, ситуационная экспертиза, которая проводилась там, вас вообще не допрашивали и вообще никаких показаний? По экспертизе нет. Сейчас вновь назначена экспертиза, вот сейчас уже следующая вновь назначена экспертиза. Вас допрашивают, вас как-то привлекают к работе этой экспертизы, нет? Нет. Понятно. У меня такой вопрос. У нас давали на суде показания, на суде по делу Кулаева давал показания ваш заместитель Попов. Он сказал, что он несет... Что говорил Попов, не надо еще раз. На этом судебном процессе давал показания начальник по границам с Хабребом. И он говорил, что неоднократно... Что говорил, тоже нельзя говорить. Мы сейчас неочную ставку устраиваем. Спросите, а потом, если что-то, то... Хорошо. Ваши учебные говорили о том, что они неоднократно обращались к вышестоящему руководству по поводу того, что нет должного обеспечения... Материального. Да, материального обеспечения, приборами ночного видения, нет транспорта, не хватает. И это все буквально в предшествующий теракт в месяцах. Это докладывал и ЦХабребов, и его заместитель. К вам какая-то информация, как к министру внутренних дел доходила? Более того, я подписывал бумаги, которые сам Поповый готовил на имя председателя проекции, где мы указывали, что нам срочно необходимы и весь перечень тех предметов, которые нам у меня необходимы. Конечно. Вы считаете, пост Масукай, который находится на территории Правобережного района и который является самой первой такой основной точкой на приграничной территории, вы знаете, да, пост Масукай? Да, конечно. И этот пост Масукай был недостаточно оснащен над средствами, и этот пост находился, так скажем, в критическом состоянии, там не было электричества, и там не было всего, что должно было быть. Вы считаете, этот вопрос можно было откладывать на отписки, откладывать на какие-то другие дни? Как вы считаете, как министр внутренних дел? И вам докладывали о посте Масукай? Да, докладывали, что не все там соответствует нормам и требованиям. Эта задача полностью лежит на голове администрации, который должен был оборудоваться, потому что с пригородами у нас никогда проблем не возникало. Ну, тренинги-то, естественно, были, но так, чтобы наотрезно нам говорили, у меня нет денег, я вам ничего делать не буду, такого не было. А в Правом Береге мы сталкивались сплошь и рядом с этим. А что вы сделали именно по этому посту, по посту Масука, если это в течение года приезжали, проверяли, там были какие-то, значит, недостатки? В течение года вы все-таки рассказали на голову администрации? Нет, почему? Часть, которые мы могли устранять самостоятельно, мы их устранили. Какую часть вы устранили, если, что вы можете назвать из устраненного, если постоянно там была нехватка приборов ночного введения, не было транспорта, не было электричества? Материальное обеспечение, еще раз. Оно было слабое на низком уровне, я докладываю, было слабое на низком уровне, из-за нехватки денежных средств. Откуда идут эти средства? Эти средства должны идти из республиканского бюджета и плюс из бюджета района. У вас одно место, которое граничит на территории. Что, значит, в течение двух лет министерство... Оно не одно место, у нас 60 постов подобного мусулька. 60 лет. Но если вам два года подряд толдунили... Ну не два года подряд. Ну хорошо, год. Вот, вот здесь выступают ваши подчиненные. И они говорили, у нас не было средств. Мы писали, нам ничего не выделяли. Мы не могли обеспечить там должного состояния. Мы считаем, что это тоже послужило. Рядом с постом Масукай должен был быть вырыт ров, на переход которого нужны были 700 тысяч. Начальник райотдела вам докладывал. Средства 700 тысяч. Подождите, докладывал мне... Вы спросите. Знаете ли вы об этом? Да, вам докладывали. Что надо было вырыть ров. Ну я же уже доложил вам о том, что мы искали эти средства, однако средства мы не могли уйти. Нам нужно было 600 тысяч. Значит, вам докладывал правобережный райотдел, что вам нужны 600 тысяч для того, чтобы перекопаться. Значит, этих средств не было. Того, что нехватка в МАЦ, вам тоже докладывали. Значит, эти средства вы тоже не могли найти. Ну почему? Я так не сказал. Я так не сказал. Нужно поднять просто документы, нужно поднять те книги, которые находятся на складах и посмотреть приход. И вот, и как отпускаются. И то, что и в правый берег, и в любые районы мы материально их снабжали, это можно подтвердить документально. Если есть такая необходимость, можно сделать вопрос. Нам подтвердили ваши сотрудники, которые проводили контроль ваших распоряжений и контроль того, что происходит на границе. Это ваши службы, ваше подразделение по границе. И они здесь на суде докладывали об этом. Они докладывали о том, что у нас постоянно существовали денежные и финансовые проблемы. Но, это же не говорит о том, что мы вообще ничего не делали. Потому что я вам могу... Вот, просто у меня нет этих данных, можно запрос сделать начальнику тыла, и он вам даст ответ в 2004 году, чем снабжались, чем обеспечивались, каким транспортом, какие виды стрелкового оружия, боеприпасов. В том числе и приборы начнут видеть. Я просто не могу же, конечно, в память подбежать. Есть нам не подключено, что они неоднократно просили, но это никогда не исполнялось. Скажите, у нас там не было. Ну, это есть заместитель по тылу, у которого должна быть эта справка. К сожалению, у меня особо не было. Ну, в то время вы были министром внутренних дел, и такие точки, от которых зависит безопасность республики, и обеспечение всех ваших приказов и указов, это все зависело от вас. Дудива, Дудива, послушайте, ответ, Дудива, подождите, Дудива, ответ просвучал так, что, значит, обеспечивались, но полностью не могли обеспечить, потому что средств не хватало. А так постепенно обеспечивались. Если одно и то же не обеспечено в течение года, и затем на этой территории происходит террористический акт, то мы считаем, что вместе с теми, кто сейчас на скамье подсудили, должен нести ответственность, и министр внутренних дел. Вопрос задавайте, пожалуйста, вопрос такой разбиться. Вопрос задавайте. Еще, еще у меня вопрос. Побоже на ответы. Кисеев, подождите, не выкрикивайте из зала, Кисеев, не выкрикивайте. Вопрос задавайте, Дудива. Еще у меня такой вопрос. Что вы можете ответить о том, известно ли вам по поводу кассеты, которая была выброшена со школы 1 сентября? Значит, мне ее, я не помню, кто принес, но кто-то из офицеров мне отдал эту кассету. Я ее передал генерал-полковник Ханькову. Дальше не знаю. Это днем 1 сентября? Да, 1 сентября. Вы потом не спрашивали о том, где эта кассета, что в ней? Нет, не спрашивали. Почему? Никакое ощущение. Пожалуйста, есть какая-то дисциплина служебная. Я доложил своему старшему начальнику, товарищ генерал-полковник, вот выброшена кассета. Вот оттуда, оттуда, вот ее принесли. Он ее взял, ушел в здание администрации. Дальше я не знаю. Пришел без этого язву. Вы можете вспомнить, кто-то еще был рядом с вами в тот момент, когда вам передали эту кассету? Нет, к сожалению, я не вспомнил. Нет, я не вспомнил. Потерпевший Карлов, скажите, пожалуйста, свидетель, я вас слушал, как вы сейчас выступали на ответ на вопрос, вы были члены оперативного штаба или нет? Нет, нет. А вот вы сказали начальник, что вы были члены оперативного штаба. Даже были там каким-то заместителем руководителя? Нет, это не штаб, это антитеррористическая комиссия республики, которая востребовалась за Соколом. Значит, с прибытием Засохова на место, он сразу собрал всех членов своих комиссий и отдал нам распоряжение. То есть он включился в работу туда. Скажите, пожалуйста, из заместителей вы были с Андреевой или Ранова с ним в уровне? Ранова. Ранова. Скажите, пожалуйста, вот когда вы прибыли на место 1 сентября и задействовали оперативный штаб, ну то есть в этом рабочую комиссию, какой план вступил в действие в вашу оперативную штаб? Какой план был в записи? Вы должны были его готовить, это прямо определяется восстановление правительства по работе комиссии региональных. То есть как такой план? Я, думаю, вопрос о вашем. Да, попытаюсь... План действий какой-либо был на первые часы или там как, после теракта, когда вас собрал Засохов? Нет, конечно. Как такого плана, какого-то не было. Не было бы иметь в виду тот план, который должен был быть заранее... А, сразу же? Нет, нет, нет. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а будет записано какой-либо план примерный, типовой? Я же сказал, мне будет. Просто на суде Макулаев он ваш равный по вам значению, Андрей, был, чтобы были планы типовые. У нас разные планы с Федеральной службы безопасности. Ну, оперативно, что-то на один оперативный, что-то. Ракер Суалань. Да, но в этом ракер нету не было. В Харчата собирался вот эта самая комиссия, Ракер Суалань. Насколько часто? Ну, в общем-то, при каждом проведении заседания Совета безопасности мы оставались для решения тех или иных вопросов, которые должны были обсуждаться в закрытом режиме. То есть Совет безопасности, хроническое и катапатриарное название рядался органом более высоким, чем Ракер Суалань? Да нет, не более высоким. Я не сразу говорю, я просто говорю, что вот так было, что собирались именно в этот период. Скажите, пожалуйста, а вот собрание этой комиссии 23 августа, вы что-нибудь помните про повестки дня, где он проходил? Четвертого года, разумеется. 23 августа. Скажите, пожалуйста, литер, а разумеется, хотела ли у вас, да, не угадаешь? Что это? Комиссия? Подождите, сейчас запишем. 23 августа заседала эта комиссия, Ракер Суалань. Заседала ли комиссия, да? Антитеррористическая, 23 августа, 24 августа. Такая повестка дня, какие вопрос разматривает? Вы не путаете, я извиняюсь, я извиняюсь. Может, вы путаете это с подразделением ЦИБАНИ, которое было создано? Нет, нет, я не путаю. А, тогда нет, 23 августа, это кто-нибудь проходит. А на официальном сайте президента засохла сказано, что Пабиков. Так, я не знаю. Карлов, Карлов, подождите, что там в интернете, пожалуйста? Зачем вы ужинаете? Вопрос задаваясь, да, я не знаю, я не знаю. Подождите, пожалуйста, подтверждаете ли вы, что никаких мероприятий 25 августа в здании МВД не было? Я не помню такого. Не помню. Антитерористическая комиссия 23 августа в МВД не заседала. В МВД? Да, в здании МВД не было. Я не знаю. И вообще вы были на такой комиссии? Были, конечно, собирали. Нет, 23 августа. Нет, я на среднем конкретно. Панкет был запомнен. А тогда где она заседала, если не метал? Вы же члены, вы же зам председателя этой самой комиссии? Есть председатель, да. Перед сентябрем, последний раз, тогда было заседание у вас. Тогда хотя бы вот так. Ну, это начальникам штаба. Может быть, нет, я не вспомню. В течение августа было заседание этой комиссии антитерористической? Я не помню. Я боюсь, просто, что сейчас я вам слово. Я не помню. Чей суть? Дальше, давайте, пожалуйста, свидетели. 12 февраля 2004 года проходили ли вы какие-то учения на территории Суалани по борьбе с терроризмом в рамках Южно-Федерального округа? Да, проходили. Скажите, пожалуйста, какие выводы были по этим учениям, выражены вам, если, конечно, были выражены? То есть, где-то доходы поставлены? Во-первых, какие учения проходили? Скажите, что вы ученики? Ну, антитеррористическая направленность. Да. С участием кого? Какие там... Привлекался весь Южно-Федеральный округ, ну, не весь, а часть сил были задействованы. Это я помню. А подробности еще, наверное, в документах должно быть, если есть какая-то необходимость, может, сделать вопрос на изоляцию. Это республики, какие структуры участвовали? Полный исчерпывающий. В том числе, какие были вопросы или замечания и так далее. Я так напомню на него вспомню. Скажите, пожалуйста, свидетель, как правило, такие учения заканчиваются выводами, для чего они делаются? Куда выводы были приняты или вынесены для МВД, как уководствоваться? Я не помню, я же отвечаю, но я не помню, какие-то подробности в феврале 2004 года. Хорошо. Скажите, пожалуйста, 20 августа 2004 года назначенный руководителем Войска МВД Демидов, если не ошибаюсь, встречался с Засоховым. Вы встречались вместе с ним? Были ли вы на той встрече? Да, Тома Ильич. 20 августа 2004 года присутствовали на встрече Демидова с Засоховым? Демидов знаете. Демидов знаю, но встречи его с Засоховым нет. Не знаю. Не присутствовал, не знаю. А вообще вы с ним встречались? С Демидовым встречался. Какая была повестка его посещения в Северную Россию? Не связано с толоком и терактой? Нет. У него работа была полностью посвящена событиям в Назрании. Там работала группа во главе с генералом Холесниковым, а он приехал оказывать помощь на своей группе. Хорошо. Скажите, пожалуйста, еще через несколько дней, после 23-го, 25-го августа, президент Засохов встречался с президентом Путином. Он ждал вопроса безопасности, так нас информировал Отресс. Какие-либо сообщения о встрече вам рассказывал Засохов? Нет. Два у вас задачи по этому поводу? Нет. Хорошо. Скажите, пожалуйста, свидетель, вы часто говорите в своем сочетании, что вы, соответствующие ответствами за все, что делается в министерстве, действительно, в соответствии с приказом номер 730, от 15 сентября 3-го года, вы не будете персонально ответствовать за выполнение задачи-функций, возложенных на АГД в СООЛА. Скажите, пожалуйста, я прошу, что хотя бы назвали этого препятствия.